Продолжение следует... 2 июня черно-зеленые ведут интенсивную работу на одном из тренировочных полей австрийского городка Бат-Вальтерсдорф. Но так как эта часть подготовки к сезону носит более игровой характер, быки провели уже три матча. В двух из них наша команда одержала победы. И прямо сейчас давайте вспомним все самые яркие моменты этих поединков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Эти игры уже позади. Впереди еще два немаловажных и очень интересных поединка. И прямо сейчас давайте познакомимся с первым спарринг-партнером – футбольной командой «Славия». Пражская «Славия» – одна из старейших и наиболее титулованных команд Чехии. 27-кратный чемпион своей страны и 7-кратный обладатель Кубка. Этот клуб, основанный в 1892 году, достаточно неплохо знаком большинству футболистов Краснодара и тем болельщикам нашей команды, которые пристально следят за спаррингами быков на сборах. Дважды за последние четыре года Краснодар встречался со «Славией» в контрольных матчах и оба раза уступил. Впервые это случилось в июне 2013 года здесь же в Австрии, когда «Горожан» тренировал Славолюб Муслин. Тогда встреча получилась суперрезультативной. Соперники на двоих забили 8 мячей и 5 из них влетело в ворота нашей команды. У нас же в этой игре дублем отметился Франсишко Вандерсон и Жао Зиньо реализовал пенальти. Второй раз соперники сошлись ровно пять месяцев назад в Испании. Наставник Краснодара Игорь Шалимов выставил на этот поединок условно второй состав с пятью воспитанниками клубной академии. В первом тайме нашей команде пришлось играть против сильного ветра. И физически мощные прожане достаточно быстро сумели воспользоваться этим бонусом, забив в 19-й минуте два мяча. В концовке первого тайма Торнике Акриашвили заработал пенальти, который четко реализовал Андреас Гранкист. После перерыва ветер мешал уже чешской дружине и она действовала строго по счету, сосредоточившись на разрушении настойчивых атак краснодарцев. В итоге результат до финального свистка не изменился и Славя снова отпраздновала успех. Теперь 2-1. Что же произошло в стане красно-белого коллектива из столицы Чехии за минувшие пять месяцев? Главное событие – это, безусловно, завоевание золотых медалей. Под началом главного тренера Ярослава Шигловой Славя уверенно провела весеннюю часть сезона и на два очка опередила Викторию из Пельзени, впервые за 8 лет выиграв чемпионат страны. Летом прожанам удалось сохранить практически всех ключевых игроков, ставших авторами этого успеха. Кроме того, клуб сделал три достаточно громких приобретения, подписав контракты с тремя опытнейшими и весьма известными легионерами. Самый старший из них – 35-летний украинский опорный хавбек Руслан Ротань, за плечами которого 93 матча за сборную своей страны. Турецкому полузащитнику Халиту Алтынтопу 35 исполнится в декабре, и большую часть карьеры он провел в клубах немецкой Бундеслиги. А лучше всех из этой троицы российским болельщикам знаком, конечно же, португалец Мигель Дани, которому через месяц стукнет 34. До недавнего времени он защищал цвета «Зенита» из Санкт-Петербурга, а до этого выступал за московское «Динамо». Что касается сборной Португалии, то в ее составе Дани провел ровно столько же матчей, сколько и Алтынтоп в рядах национальной дружины Турции – 38. К старту в квалификации Лиги Чемпионов и в национальном чемпионате Славия начала готовиться дома в Чехии и в ходе первого сбора провела три спарринга. ФК Виктория Жишков из второго по силе дивизиона страны был обыгран со счетом 2-1. С еще одним представителем этой же Лиги Чехии – «Динамо» Чески Будайовицы – прожане разошлись миром 0-0, а словацкую «Желину» разгромили 4-0. 4 июля Славия уже в Австрии в рамках своего второго сбора встретилась с шотландским «Селтиком». Этот матч завершился без голевой ничьей 0-0. В заключительный день тренировочного сбора Краснодар встретится с московскими армейцами. Этот соперник в особом представлении не нуждается, но все же мы напомним вам об истории наших взаимоотношений, а также узнаем последние новости из стана соперника. Московский ЦСКА – клуб в дополнительном представлении не нуждающийся. И все его регалии перечислять нет смысла. Достаточно сказать, что с 2010 года он не покидает подиум российской премьер-лиги, выиграв за последние 7 лет 3 золота, 3 серебра и 1 бронзу чемпионата страны. А также 2 Кубка России и 2 Суперкубка. В этом сюжете мы поговорим о настоящем армейского клуба и о том, как проходит его подготовка к старту нового сезона, в котором он в очередной раз попытает счастье в Лиге чемпионов УЕФА. И, можно в этом не сомневаться, будет снова стремиться к самым высоким целям на внутренней арене. Начнем с потерь. В числе коих были и весьма существенные. Прежде всего, это сербский атакующий хавбек Зор Антошич, служивший красно-синей дружине верой и правдой 7 лет и покинувший ЦСКА по истечении контракта. Алексей Ионов, вернувшийся в московское «Динамо» по окончании срока аренды, играл в рядах армейцев не так долго, но тоже был в командном механизме далеко не лишним винтиком. Кроме них, клуб распрощался с дублером Игоря Акинфеева Сергеем Чепчуговым, который теперь будет защищать ворота красноярского Енисея в ПНЛ. Что касается приобретений, то в полном смысле этого слова таковых у ЦСКА нет, поскольку состав команды пополнился лишь двумя молодыми игроками, вернувшимися из аренды – защитником Никитой Черновым и полузащитником Александром Макаровым. На сборах в Австрии коллектив, возглавляемый белорусским специалистом Виктором Гончаренко, провел три контрольных матча. Начали москвичи с поражения 1-2 от австрийского штурма из Граца. Затем уверенно переиграли сербский партизан – 3-0. И 5 июля встретились с чемпионом Румынии Виторова. Как и Краснодар, ЦСКА обыграл команду Георгий Хаджи с разницей в два мяча. Причем победа эта получилась волевой. Еще за 10 минут до конца встречи москвичи уступали 1-2, но затем в течение 4 минут забили три мяча усилиями Биберса-Надхо, Александра Головина и Витиньо и отпраздновали успех со счетом 4-2. До старта нового сезона остается все меньше времени. Ну а пока предлагаем вам внимательно следить за развитием событий в предстоящих контрольных матчах. Прямую трансляцию поединка против Слави смотрите на нашем официальном сайте и в канале YouTube. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. А вот матч ЦСКА по решению сторон будет проходить в закрытом формате. Но без информации о том, как проходит матч, вы, уважаемые болельщики, не останетесь. Мы предложим вам прямую текстовую трансляцию, а также после игры подробнейший ее видеообзор. Следите за развитием событий, болейте за Краснодар. Вперед, быки!